итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро как говорят умные люди проснулся уже хорошо уже хорошо надо уметь радоваться тому что есть и поэтому начинается вообще день начинается день с просыпания вот когда ты проснулся первым делом нужно поблагодарить вышли рассказать ему модель не благодарен я тебе что вернул ты мне душу мою потому что когда человек просыпается он обычно не ценит вообще как-то удивительно что он проснулся и даже вообще просто нереальная такая вещь я по утрам есть такой процесс называется медитация но слово медитация на такое очень затертое слово медитация что такое медитация то есть есть миллион разных объяснений что такое медитация и по моему объяснению да то чем я занимаюсь и советую заниматься каждому это наблюдение за своими мыслями то есть это углубленное такое вот сосредоточенное наблюдение от 10 до 20 минут за тем что происходит у тебя внутри и это очень удивительно насколько мозг великое вообще произведения искусства великое произведение искусства то есть когда ты когда ты наблюдаешь за его работой думаешь вообще какая удивитель но уникальная вещь мозг человека да правда есть люди у кого он работает не очень хорошо я об этом выключаю комментарий комментарии в инстаграме потому что есть люди у которых мозг работает не очень хорошо ну то есть у них отходят проводочки какие-то у них Со сбоями работает мозг Есть люди, у которых мозг работает очень хорошо Но в него загружена неправильная информация То есть каждый человек Он живет в информационном поле В неком информационном поле Которое в него загружается в начале воспитания В детстве То есть если Маугли В него загрузили, что он волк То есть он думал, что он волк В кого-то загрузили, что думали И так далее В каждого человека загружается некое информационное поле То место, где он родился Та эпоха, в которой он родился Та семья, в которой он родился Раньше, например, вообще в Индии Да, касты И до сих пор есть касты Представляете? Ты родился, все Ты каста одна, ты каста другая, ты каста третья Все У тебя нет вариантов перейти из касты в касту Или, например, человек родился Лет 300-400 назад Где-нибудь в Америке Или в Африке Его забрали, отвезли куда-то Он раб Как раб? Вообще Что значит раб? Почему раб? Все раб Или там крепостной в России Представляете? Было 1861 год Отменили рабство Отменили крепостное право И до этого человек родился Ему говорят Ты крепостной Все Что значит крепостной? Вот так вот Так вот Каждый человек живет в неком информационном поле В информационном поле В котором Дальше он этим своим интеллектом Каждую минуту он пытается выбрать Что ему делать дальше В следующую минуту То есть у него всплывают разные варианты Разные возможности Разные Как бы Варианты действий И человек Человек Он своими Своими Вот мыслительными способностями Делает выбор В этом и заключается Суть человека Свобода выбора Выбирать То есть ты выбираешь Какую-то мысль Которая Но опять Ты можешь выбрать Только из того Что в тебе есть Ты не можешь выбрать Из того Что в тебе нет Как пример я могу привести Когда человек Вот он Сел и задумался Вот куда мне поехать Вот куда мне поехать И вот он сидит и думает Куда мне поехать И он перебирает Варианты мест Про которые он знает Он же не может Подумать Да Поеду я например Там в Буртина Фасо Он не может так подумать Если он не знает Про Буртина Фасо То есть в начале Человек должен узнать Потом у него Появляется свобода Выбора Из того Что он знает Понятно Да идея Теперь Значит И Интеллект человека Работает Очень уникальным Способом То есть стоит тебе Задуматься Появляется Некое Намерение Некое желание Да Какое-то желание Появляется И у тебя Сразу начинает Всплывать Из твоего Вот этого Информационного Поля Которое находится Все в долговременной Памяти Начинают всплывать Варианты Например Вот сегодня Мы должны начать Новый какой-то цикл Изучения Торы Мы вчера Закончили С Божьей помощью Закончили изучать Притчи царя Соломона Мишлей Это уникальная книга Притчи Тот, кто ее изучил У него просто Жизнь меняется Кардинально Но изучил Не услышал А изучил Потому что Когда человек Что-то слышит Он это услышал Но не факт Что он запомнил То есть информация Которая проходит Сквозь внимание Человека Информация Которая проходит Сквозь внимание Человека Она не факт Что переходит В долговременную память То есть Мозг так устроен Что есть сознание То есть Это кратковременная память И информация Проходит сквозь Вот эту вот Кратковременную память Человек ее видит Он ее замечает Он обращает внимание Но У него уже Долговременная память Она заполнена В детстве Человек запоминает Все, что нужно Все, что нужно И не нужно Ему нужно все Он должен понять Где он находится И как ориентироваться Поэтому у детей Они прям впитывают Как губки Все, что они видят Они это впитывают Но когда у них Напитался уже Предварительно Вот этот вот Долговременная память Им уже не нужно Дальше Для выживания Столько запоминать И они запоминают Только то Что нужно для выживания Это очень интересная вещь Что как ум работает То есть Есть у человека У человека Смотрите Есть Вот То, что называется Долговременная память У человека есть Как долговременная память Маленький ребенок У него она пустая Он ничего не помнит У него здесь есть Только инстинкты Инстинкты То, что у него Зашифровано Изначально Инстинкт Самосохранения Инстинкты Все Как управлять Гормональной системой Как управлять Системой Кровеносной Ну и так далее Теперь Дальше Дальше У человека Есть то Что называется Сознание Сознание И внешний мир Видите Внешний мир Внешний мир Начинает Человеку Подгонять Информацию И эта информация Заходит Вначале В сознание Это сознание А потом Из сознания Она переходит В то Что называется Долговременная память Теперь Когда Ребенок Маленький Он Запоминает Все Поэтому Очень важно Очень важно То Чего Начинает Обучать Ребенка В первые Шесть лет Жизни В первые Шесть лет Жизни У него Формируется Представление О себе То есть Кто я Какой я Какой этот мир Когда у него До шести лет Шесть лет Заполнилось Вот это Хранилище Долговременной Памяти Главными вопросами Кто я Какое мое место В мире То есть Кто я в этом мире Дальше Как относиться Люди добрые Злые Я должен действовать Или я не должен действовать Есть такая книга Она считается Одной из лучших В мире книг По воспитанию детей Она называется После трех Уже поздно После трех Уже поздно И Автор доказывает Там Что действительно После трех лет Уже Основные Такие Основополагающие Личностные Характеристики Здесь уже Запрограммированы Дальше Когда человек Живет У него Заходит В его Долговременную Память Только то Что важно Ему для дальнейшего Выживания То есть Если внешний мир Дает ему Какой-то сигнал Какое-то Очень Эмоционально Позитивно Заряженное Событие Наверняка Вы помните Все свои Эмоционально Позитивно Заряженные События Там 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 Вы Радовались Там Где У вас Было Прямо Вот Прям Кайф Кайф То есть Вы запоминаете Зачем Для того Чтобы в дальнейшем Искать Повторение То есть Человек Запоминает Что-то Чтобы ему Принесло Большое Удовольствие И он Дальше Ищет Повторение Этого Чтобы Жизнь Была В радость Человек Ищет В жизни Удовольствие Радость Кайф Теперь И человек Очень сильно Очень Прямо С одного Раза Запоминает Запоминает Всякие События Которые Негативно Окрашены Боль Страх Страдания То есть За одну секунду Можно запомнить Почему Потому что Вот этой Всей Структурой Интеллект Управляет Инстинкт Самосохранения У человека Первая Главная Идея Надо Выживать Поэтому Надо Запомнить Все Что Опасно Приносит Боль Я Увидел Просто Не знаю Зачем Я это сделал Я Сейчас Очень сложная Ситуация Такая В мире Там Израиль Закрыт Заканчивается Карантин Не заканчивается Я смотрел Новости Заголовки И там Был Заголовок Что Упал Один Студент Семнадцатого Этажа Упал На Мать С коляской И убил Ребенка То есть И он убился И ребенка Убил И видео Было написано Я думаю Как это может Такое быть И смотрю Видео Прямо я его Посмотрел Двадцатисекундное Видео Мне было просто Интересно Ну как такое Может быть Она идет По тротуару Поворачивает Вот пустой тротуар Пустая дорога Вообще Вот пустота Никого нету Идет женщина С коляской Вдруг она В каком-то месте С тротуарой Решила Перейти улицу То есть Она могла Перейти улицу За метр до этого За два до этого Через три метра Могла вообще Не переходить улицу И она С тротуара Вот так вот Поворачивает коляску На дорогу И начинает двигаться Вот так Переходить дорогу И в этот момент Сверху Именно на коляску Именно в этот момент Падает человек И убивает Ребенка Пятимесячного И сам убивается То есть Достаточно было Увидеть Вот эту вот вещь Один раз Одну секунду И эта вещь Она у меня уже В голове И она уже записана Вот здесь Вот в долговременной памяти Она записана Почему Так устроен мозг Мозг Собирает В долговременную память События Отрицательные То что может привести К потери жизни Для чего Чтобы этого избегать В дальнейшем И мозг Собирает Позитивные вещи Позитивные вещи Которые могут помочь В дальнейшем Получить удовольствие Все остальное Что в день В день у человека Проходит Сквозь его сознание Проходит Семьдесят Тысяч Мыслей Семьдесят Тысяч Мыслей Посчитали Ученые Откуда они Приходят Значит Идет запрос Запрос Из внешнего мира Запрос Какая-то Вот Картинка Или какой-то Вопрос И У человека Вот отсюда Всплывает У него здесь Хранилище Огромное хранилище В долговременной Памяти Информации И всплывает Из долговременной Памяти Из долговременной Памяти Всплывает Ответ Если нет Никакого запроса То Эти семьдесят Тысяч Мыслей Идут Ассоциативно Совершенно Ассоциативно В случайном порядке Как коммутатор И когда ты начинаешь Наблюдать за своим мышлением Ты понимаешь Что Оно идет По принципу такому А у нас В квартире Газ А у вас А у нас Водопровод Вот А у нас сегодня Кошка Родила вчера котят А вы знаете Где это Студент упал на ребенка В Воронеже И я уверен Что после слова Воронеж У каждого Всплыло Вот отсюда Все что связано С Воронежем Вот давайте я говорю Воронеж Воронеж И что И всплывает То что связано С Воронежем Представляете Какая вообще Уникальная Штука на голове Находится у человека Теперь вернемся К нашему Сегодняшнему вопросу Мы вчера закончили Изучать Книгу Мишли Притчи Что такое притчи Притчи царя Соломона Это Великий Мудрец Пророк Царь Соломон Он получал Из внешнего мира Не новости Как я получаю Да Не какие-то фильмы Там сериалы И так далее Он получал Из внешнего мира Он был пророк Он У него была Возможность Заходить Вот туда В духовный мир Да В духовный мир Это как Материальный мир Это проекция То есть он видел Как изнанку мира Суть мира Основу мира И он Заходя туда Он получал Он получал Информацию от Бога Он был пророк Теперь Не только он был пророк Был Машер Абейну пророк Царь Давид был пророк Было 300 тысяч пророков В народе Израиля Теперь Когда он получал От Бога Эту информацию Дальше он ее Передавал Передавал Понятным языком Как надо действовать То есть Книга Мишли Притчи Это не просто Притча Рассказ Там вот просто Там Отовсюду Обо всем Это Конкретные Программы Как надо действовать В этом мире Чтобы выполнить Своё предназначение Человеческое Предназначение Которое Которое заключается В том Чтобы подняться На следующий уровень В своем развитии На духовный уровень И соединиться с Богом Хорошо Значит Мы изучили эту книгу Закончили Я уверен Что лично по себе Могу сказать В книге Мишли 31 глава Мы ее учили Больше 300 уроков У нас было Где-то по 10 уроков На главу На каждую Если меня сейчас Спросить Ицкак Вот конкретно Скажи Ты второй раз Уже проходишь По кругу Книгу Мишли Сколько ты помнишь Из этой книги Отрывков Правил Если вот книги Не будет перед тобой Сколько у тебя Из этой книги Перешло В твою долговременную память Вот сколько Сколько ты можешь Наизусть Сказать Отрывков Из книги Мишли 31 глава В среднем По 30 отрывков 900 там есть отрывков 900 Я могу сказать Что я Могу сказать Максимум Максимум Своими словами С ошибками 10 процентов 90 То есть Книгу Там мы изучили Книгу Мы изучили Мы ее повторяли Мы смотрели Есть сети уроди На портале Воикра Но помню То я из нее Всего 10 процентов Я 5 лет На тренингах Спрашивал У участников Тренингов Кто читал Книгу 7 навыков Высокоэффективных Людей Стивена Ковья 5 лет Я спрашивал У меня были залы По 20 тысяч человек Вот у меня есть Выступление было На 20 тысяч человек Я говорю Вот смотрите Вы пришли там На Синерджи Глобал форум Вы люди продвинутые Вы хотите развиваться Кто читал книгу Стивена Ковья 7 навыков Высокоэффективных Людей Ну там 30 процентов Подняли руку Я говорю Вот у меня к вам вопрос Да вот 30 процентов Это 6 тысяч В зале человек Читали эту книгу Кто может сейчас Встать И назвать Эти 7 навыков Высокоэффективных Людей Всего лишь 7 Это же не Там Так много 7 Никто Никто За 5 лет Моих опросов Никто Из людей Которые изучали Эту книгу Не могли ее сказать Потом уже Когда люди Уже привыкли К этому вопросу Они старались Уже запомнить Те кто учились У меня Они уже поняли Вот эту вот истину Что не важно Сколько ты слышал Не важно Сколько ты Прочитал Не важно Сколько книг Ты прочитал Важно Сколько у тебя Из этого Осталось внутри Сколько ты умных Правильных Идей Запомнил И теперь У тебя на вопрос У тебя всплывают Вот эти вот идеи К сожалению Большинство людей Которые выросли В бывшем Советском Союзе У них Очень хорошо В голове Есть песня Зверьте с кострами Синие ночи У меня например Так как я учился В Харьковском Спорт-интернате У меня есть еще Кроме Зверьте с кострами Синие ночи Есть у меня Репертуар Там Миши Шифутинского Например Да Или каких-то еще Там Розенбаума И так далее А всем навыкам Вот нет Понимаете Из Мишли Осталось Из притчи Осталось всего 10% В этом В этом Сложность Изменения жизни Потому что У человека уже Здесь зашифрована Вот эта информация Да Кто я И он Ей постоянно Постоянно Он ей в голове У себя Крутит 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 И он выбирает Своё будущее Постоянно Из старого Из прошлого То есть Когда человек делает выбор У него в принципе Он не о будущем говорит Он все время Перетирает Свои старые воспоминания И из них Берет кусочки И переставляет их На будущее Поэтому Поэтому Значит Сегодня утром Я думал Что же мы будем Дальше изучать Очень важно Понять Что мы будем Дальше изучать И Я подумал Что мы будем Дальше изучать Книгу Которая называется Медилат Эстер Медилат Эстер Свиток Эстер Значит Свиток Эстер Это очень Очень Интересная Такая книга Очень интересная книга Она входит В Письменную Тору Книга Эстер Это письменная Тора Писание Да есть письменная Тора состоит Из пяти книжек Пять книг Это то что Моисей Мошер Абейну Получил на горе Синай И записал Письменная Тора И передал Свиткам еврейскому народу Письменная Тора Дальше Мошер Абейну Моисей Пророк Моисей Он В течение сорока лет Объяснял Устная Тора Это Это Не то чтобы Это объяснение Письменная Тора Это сжатый файл Это квинтэссенция То есть Письменная Тора Это сжатая Зашифрованная Вся Тора То есть В письменной Торе Есть вся Тора Тора это учение Тора это то знание От Бога Которое было в основе этого мира То есть Бог вначале Он создал Тору Тора это информационная Структура этого мира Потом Эту Тору Он передал В сжатом файле Он ее передал Мошер Абейну На горе Синай Он ее передал Самый сжатый файл В котором есть Вся Тора Самый сжатый Файл В котором есть Вся Тора Это 10 заповедей То есть Это вообще Вы знаете как есть Форматы Сжимания информации И те кто чуть-чуть знакомы С информационными технологиями Они знают Что есть Разные форматы Сжатия Есть там Зип файлы Там какой-то Один формат Сжатия Есть еще Больше формат Сжатия Есть еще Какой-то формат Сжатия Когда ты Сжимаешь всю информацию Прям сжимаешь В какие-то там Вообще Очень маленькие Маленькие структурки Так вот Учение Тора Это учение Это то Что было Структурой мира До появления мира Потом она была Сжата И передана В пяти книжах Машера Бейну Потом она была Сжата еще больше И передана ему В виде Десяти заповедей Которые были записаны На скрижалях Но там есть Все В этих десяти заповедях Уже сжато все И есть Устная Тора Устная Тора Это то Что Это развернутый файл Скажем так То есть Это развернутый файл Это все Все учение Машера Бейну Сорок лет В пустыне Сорок лет Как раз сейчас Недельная глава Итро Дарования Торы Вот в эту субботу В эту субботу Как раз мы изучаем Как была Передана эта Тора И евреи Си народ Который стоял у горы Синая Они сказали Мы не можем получить У нас нету Знаете как Когда Хочешь передать Передать какой-то файл Там Десять гигабайт Да Какой-то фильм В каком-то супер качестве И ты говоришь Там У тебя есть интернет Скоростью Там Сто мегабайт в секунду И ты говоришь Слушай Я тебе десять гигабайт Передам Это долго конечно Но я тебе передам Его Этот файл А человек Которым он хочет Его передать Он говорит Куда ты мне передашь У меня в телефоне 250 мегабайт Мегабайт памяти У меня скорость интернета В телефоне Я нахожусь там Вообще в каком-то месте У меня скорость Интернет не ловит И как ты мне передашь Десять гигабайт Если я его не смогу Ни получить Мне неделю его скачивать И мне его некуда скачать Вот примерно То же самое Когда Бог Передавал Тору Иврейскому народу То же самое Сказал весь Иврейский народ Они говорят Мы не можем принять У нас не помещается То есть у нас В хранилище В голову В душу У нас не влазит Эта Тора То есть Бог Когда говорил Когда он открылся Чуть-чуть приоткрылся И сказал Я Бог Твой Который вывел тебя Из земли Египетской Они умерли все У них просто сгорели Все предохранители И пришлось заново Их оживлять То есть у них просто И они говорят Нет мы не можем слушать Пожалуйста Вот Машерабейну Моисей Он идет На 40 дней Он может 40 дней Не есть Не пить Он вообще не в этом мире Он Машерабейну У него тело Как бы оболочка В этом мире А он сам Уже находится В том мире Пускай он У него есть приемник У него есть такой Как знаете Как жесткий диск На 100 гигабайт У него совершенно Нету никаких Других мыслей Поэтому у него Все хранилище свободно Он вообще В принципе Машерабейну У него не было его эго То есть у него была Его структура личности Он был просто передатчик От Бога К Человеку То есть он просто как Он получал Он вообще не искажал Ту информацию Которую он получал Записывал ее Как себе На жесткий диск И дальше он 40 лет Мини порциями Он эту информацию Передавал 40 лет Он передавал Кому он передавал Пустыня Представьте Тренинг 40 лет Кто хочет на тренинг Личностного роста 40 лет Какие условия Условия такие Пустыня Никакого соприкосновения С внешним миром Из еды Только ман Что такое ман Это такая духовная пища Которую ты ешь И которая Это вот такая была Тренинг личностного роста 40 лет И тебя тренируют В общем у них выбора не было Это не было такого Хочешь на тренинг Или не хочешь У них вывода не было Они были как То есть они были как рабы В Египте Потом Бог их вывел Из самого нижнего места Которое только было В мироздании То есть это было Они были сжаты Вообще полностью Бесправные И он им говорит Все Теперь я вас вывожу Будете рабами у меня Хорошо Хорошо Все сделаем Все сделаем Потом будем разбираться В общем Тора есть Письменная Тора Это сжатый файл Устная Тора Это полностью Развернутый файл И дальше Когда еврейский народ Зашел в землю Израиля То дальше Пророки продолжали Получать от Бога Вот это знание И в дальнейшем Когда был построен Уже второй храм Мудрецы Это назывались Мудрецы Великого Собрания Они структурировали Книги Которые Были получены Пророками Которые были необходимы Для дальнейшего Существования Еврейского народа И это Письменная Тора Туда входят Книги пророков Туда входят Писания И одна из книг Письменной Торы Которая Которая Была Это тоже пророчество Только Которая была записана Это книга Эстер Меделат Эстер Свиток Эстер Рассказывает Очень важную историю Очень важную историю О том Как еврейский народ После разрушения Первого храма Когда Разрушен был Первый храм За грехи еврейского народа То есть Еврейский народ Это народ священников И они Обязаны Евреи Должны были жить В Израиле И полностью Служить Богу То есть Каждую секунду жизни Каждой мыслью Каждым действием Они обязаны были Идти по 613 заповедям Для того Чтобы вырабатывать Духовную энергию Которая Которая Важна была Для существования Так должно быть В общем Не важно Почему Теперь Так Хорошо Значит Действительно Мы же Учимся по 20 минут Уже сегодня 27 минут В общем Мы с Божьей помощью Завтра начинаем изучать Меделат Эстер Не завтра В воскресенье Начинаем изучать Меделат Эстер Свиток Эстер Дальше Когда мы Изучим Свиток Эстер До Пурима Осталось 3 недели Мы с Божьей помощью За 3 недели Пройдем Этот свиток В котором Зашифровано Очень много Полезных Важных вещей Для каждого человека Так как раз 3 недели Осталось до Пурима И мы 3 недели Будем изучать Меделат Эстер Чтобы к Пуриму Подойти Полностью Знающими И потом Мы начнем изучать Какую-то другую книгу Я думал Пертеевод Но мы Еще посмотрим Что изучать Все Удачи и успехов Всем хорошего дня Удачи Успехов Заполните Своё Долговременную Память Торой Потому что Когда у вас Есть Тора Внутри То ваши решения Будут угодны Богу А если ваши решения Будут угодны Богу Так будет удача Успех во всем Благополучие Здоровье Гармония Любовь Счастье И чтобы было У каждого из нас И у всех Хороших Добрых людей В мире Все Удачи Всем успехов Всем пока Шаббат шалом Шаббат шалом Почитайте сегодня Недельная глава Итро В ней рассказывается О даровании Тора Как раз Вот сегодня Глава Итро Как вообще Это было дарование Тора Как получили Десять заповедей Как Мошер Абену Спустился С горы Синай И Это очень была Интересная сегодня Глава Все Всем удачи Шаббат шалом Редактор субтитров